Всем привет, с вами Низерамас и мы возвращаемся в Resident Evil 5, как видите, Alternative Edition. Это та самая версия, которая не так давно, ну как, предыдущая уже, но не так давно вышла в Steam, наконец-то с голод изданием, и мы с вами пойдем в дополнительный контент. Так, Крис потерял свою дополнительность Джона, секретная миссия, пара лет назад. Узнайте, что там произошло. Затерянные в кошмарах. Да, русской озвучки официальной на вот эти дополнения нет, поэтому будет оригинальная озвучка. Ну, субтитры вроде должны быть. Одиночная игра. Да не знаю, давайте... Давайте на этой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Понятно. Мы сейчас. Поехали. Мне, пожалуйста, пистолет на первое место поставь. Ой, как она хочет. Ага. Пятно. Так, хочу показать каких-то ноль медалек. О, а это, видимо, мои очки будут за прохождение. А ну да. Опа, рычаг. Тут не пройти. Надо найти способ открыть. Так, знаете, пока не будем трогать рычаг. Я хочу посмотреть в этом здании повнимательнее. А я не знаю, как тут будет все происходить. Не пройти. Что здесь есть? На общем, я не знаю, как тут все будет происходить. Будет какая-то... Очевидная... Локация. Дорога. Ага. 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 Успокойся! 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 Что имя. Сколько народу. Народ вы кто? Эм. Видите, я его ногу подвинул. Что мне не хочет пока туда идти, знаете? Смотрите, я посмотрю здесь. почему-то не открывается странно окей направимся тогда далее а стопа вот это надеюсь я сейчас не приду прямо туда куда сразу куда надо что он замок словом кажется надо найти другой путь экспонсер спонсер что у тебя тут в особняке это творится сломано все и крови столько четко увидим нам надо этот рычаг по щекотать логично следовало ждать кстати странно в интерфейсе в правом нижнем углу крис по русски написан джил по-английски забавно я такой невежливый погоди джил одну туда буду отправлять ты что скорее всего что мы уже увидели в основном по ней они могут разрешить вы смотрите тоже я думаю что суббитовый п-образный коридор и тут двойные двери сейчас будут стоять вот здесь вот но нет хотя здесь по идее должна была бы быть дверь но нет это что похоже на странице издневника некоторые страницы про некоторые записи пропали сегодня ночью играл в покер со скоттом с кем-то из охраны и следователем стил стил очень повезло хотя мне кажется что он шулер мерзавец 10 мая 98 один из начальников поручил мне присмотреть за новым монстром он выглядит как горилла без кожи скотт сказал мне что в лаборатории ниже произошел инцидент так и знал что что-то подобное случится эти ублюдки в лаборатории никогда не спят даже по празднику 12 мая 98 я нашел этот проклятый космический скафандр с вчерашнего дня моя кожа становится грязной и чувствуется зуб по всему телу 16 мая 98 я слышал что один ученый хотел убежать отсюда и был застрелен эту ночь мне горит очень что все тело я постоянно потею я он рассарапал опухоль на руке и кусок гневой плоти просто отвалился что черт возьми со мной происходит 12 мая 98 механка прошла но зуб остался сегодня голоден и ем собачьей еды четыре чешется вкусно между последними страницами выложена какая-то бумажа пароль 3 а тут еще пароль надо собирать окей манну тут неплохо знаете ли больше так полагаю нам сделать нечего так не приучен вообще в пятом разом ты вот такие вот проходы не про не вышибать двери а именно так проходить что двери закрываются за собой очень необычно для пятой для пятой части не знаю зачем ну давайте попробуем ее туда вот эти карта столовый говоришь заперты а вот можно еще на часы вот это цели портфель ст артиллер и он Я думаю, что я более-менее. Ты не единственный. Я открыл дверь. Теперь ограничивается своими исследованиями целыми днями. Уже давно я не видел его принимающим пищу в столовой. Я старался приготовить еду так, как любит он, и переносил ее ему в кабинет. К сожалению, он не в силу съесть ничего, кроме супа и других жидких блюд. Я не могу вспомнить время. В истории этой семьи эта ситуация была столь ужасна. В прошлых поколениях имение Спенсера всегда было прибережным только для самых богатых советских людей Европы. Теперь только основной персонал остается ухаживать за человеком, который держит себя в виртуальном уединении в одной из многочисленных резиденций. Моя семья прислуживала семье Спенсера со времен его великого деда. Такое быстрое состояние упадка было немыслимо даже одно поколение назад. Если плотой вспоминаю годы своей юности, мне кажется, что это было целую жизнь назад. Это было около 50 лет назад, когда мой отец был главным дворецкой семьи. В то время я изучал обязанности его, то есть стать его преемником. И здесь всегда были поручения, которые вынуждали меня бегать по всему дому. Помню, как лорд Эшфорд, другой аристократ из легендарной семьи, и один из одноклассников господина Спенсера, доктор Маркус, спрятались на этой вилле от летней жары. Мой отец и я присоединились к ним и делали все возможное, чтобы они были довольны. Возможно, потому что я был самым молодым там, и они начали подшучивать надо мной. Хотя зачастую они не видели и не относились ко мне как к своему. Я помню время, когда лорд Эшфорд гостил меня в моем первом бренде. Это было на втором этаже столовой за каменными статуями, закрывающими помнит. И никогда не забуду сводкозвучный аромат, когда он открыл бутылку. Но те прекрасные времена теперь лишь воспоминания. Лорд Эшфорд, доктор Маркус и, конечно, мой отец уже давно мертвы. Только господин Спенсер остался, и я боюсь, что его дни зачтены. Когда господин Спенсер умрет, это будет означать конец его славанной семьи. А также моей службы, моей семьи. Теперь я могу ждать только неизбежных. Перед последними страницами вложена какая-то бумажка. А пароль один. Столовая вроде немного меньше размером, чем была в арклейских горах. Интересно, кто развел огонь? А вот интересно. Ведь, насколько мы знаем по пятой части, на данный момент Спенсер еще жив. Получается, его дворецкий должен быть тоже жив. А как тогда? А, вот жил сампельская готовка. В общем, получается, дворецкий либо покинул это здание, либо что-то случилось. Э. О, я ее вообще не видел. Старые дедушкины часы. Да, мы уже осматривали. Вот здесь, кстати говоря, окна не хватает. И вот эта часть немножечко. В общем, вот с этого ракурса, вот отсюда, вот вообще похоже. Вот просто вообще похоже. Только вот тут окошко не хватает. А так очень похоже. На особнях Варклайских горах. Ой. Что, что-то так плоско-то. 30 патронов в обойме. Неплохие такие пистолетики. Ничего полезного. Да, и люстры не шатаются. Там, по-моему, нельзя не швать, там люстра шаталась еще немножко. Воспоминания Патрика 2. Я не могу перестать думать об этих заключенных в подвале. В соответствии с инструкциями господина Спенсера, я ввел он всем вирусом неделю назад. Чем бы они ни стали сейчас, это уже не люди. По воле господина Спенсера, я помогал ему в нескольких экспериментах. Знаю, для чего можно использовать не обученного наукного дворецкого, но я должен гордиться тем, что господин доверяет мне важную работу. Я, но он обычно не испытывает к окружающим ничего, кроме презрения и недоверия. Однако я не могу не чувствовать различия в том, я думаю, что должен чувствовать, и ко мне текущее психологическое состояние. С одной стороны, я доволен, что могу помогать господину в меру своих сил, с другой, я чувствую, будто теряю частичку своей души каждый раз, когда помогаю в экспериментах. Единственный способ сохранить свой разум, это взять отпуск или попытаться избавиться от всех эмоций. Как это ни было, я должен действовать и не задавать вопросам господину. Долг и честь, вот что поставлено на карту. Из поколения в поколение моя семья вернулась и выжила семья Спенсера. Я не нарушу своих обязательств и буду служить господину Спенсеру до конца. Я посвятил свою жизнь служению ему, и теперь нет пути назад. Пришло время проверить подобных и доложить об их состоянии господину Спенсеру. Я буду исполнять свои обязанности и буду делать это честно. Так, а что там нету этой бумажки? Уже бумажка выложена. Нет? Ну ладно, не важно. Это частино отличается. Так, ну, дайте угадаю. Тут сказано соната для фортепиано номер 14. Чуть. Чуть. Роджер! Продолжение следует... 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 у меня только два а я вот этим компьютером сказать вот эту штуку открою я даже прицел палец что-то что то есть отойдемте дальше такая резкая разница между этой части коридора и у той части коридор а я души такой лежит я думал от кого-то один предмет кучка гранат ну джу я давать гранат не буду все равно им пользоваться не станет это какая-то подсобка видимо ли фигасе у тебя сложная фраза типа чувствительная бумага а я наверно к камину надо отнести кто здесь давайте я сбегаю к камину посмотрю я уже потом буду дальше идти в этом кто-то зашумел за да и нафиг стран пока ни одного настоящего врага не было эта музыка это в игре музыка играет или это именно в особняке само то есть видно что само музыка есть логиками еще не подводят к счастью только вот я не знаю мне отправиться дальше или сначала компьютер рассмотреть он давайте сначала компьютер рассмотрим что у нас здесь воспоминания патрика 3 я был в подчинении у господин спонсор больше часть своей взрослой жизни однако в последнее время я считаю его действия непонятными например он принял все возможные меры предосторожности чтобы скрыть от остального мира свое местонахождение по какой-то причине я не знаю вот однажды он просит меня найти одного человека и делать так чтобы он узнал о местонахождении хозяин не знаю почему он пошел таким длинным путем чтобы связаться с этим человеком возможно хотя посмотреть найдет ли его кто в вопросе прозвучало имя альверт уэскер имя которого я не слышал уже довольно давно я встречался с ним лишь однажды и это было более 10 лет назад мне стыдно признаться но я не могу вспомнить его лица потому что как главного дворецкого моя обязанность помнить людей я думаю причина в его глазах это холодные бесчувственные глаза которые затмили его остальные черты во всяком случае я старался чтобы информация пришла до уэскер но не упоминая о том что это желание господина спенсера я знаю одного недобросовестного человека который может распространить информацию за правильную цену он из тех кому плевать таком он говорит важным его делает то что он состоит на службе у шпионки который регулярно общается с уэскером я заплатил этому человеку его звали Роберто или Рикардо забыл больше чем он заслуживал я дал ему минимум информации необходимой для выполнения против господина спенсера я послушно выполнил пожелание господина спенсера в этом сообщении именно в этот момент ситуация стала еще загадочнее господин отпустил меня я спросил его о причине единственный раз когда я спросил его но он ответил лишь в молчании я не знаю что теперь делать чувство потери переполняет меня скорее всего что я когда то знал больше нет я посвятил всю жизнь в служении семьи спенсеров и теперь книга была захлопнута безо всяких причин единственные кто останутся надежные охранники и люди заключенные под зданием я искренне сомневаюсь в способности охранников обеспечив все потребности господина спенсера может быть он планирует умереть нет он не такой человек не хотел бы ставить все свои дела в таком незавершенном состоянии у господина спенсера должно быть великий план понять который я не в состоянии в любом случае я могу только подчиниться его желанию и уйти я буду лояльен до конца даже если это разобьет мое сердце еще один файл похоже на список испытуемых испытуемые ганс филиция марка илона ирма кэн наура уильям хироу дэрек майлз алекс альберт число кандидатов перечисленных выше было уменьшено до 13 опаньки контрольная точка в в в в в в в в этом да нет в quê время документ есть какой-то так еще один документ где снаружи там вот в конце коридора черт я скорее все опоздал да скорее в конце коридора там будет рычаг на стене и а и а и 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 Я не знаю, как продолжать ждать. Так, ну, кстати, из тех документов стало понятно, что никуда... То есть, дворецкого здесь уже быть не должно, как я думал. Я почему-то ожидал, что этот дворецкий должен быть здесь, но Спенсер, получается, его прогнал. Ну, грубо говоря, про чей-то документ. Воспоминание Спенсера-1. А, ну да. Я, отзыва Спенсер, основатель Амбрелла и ее директор, настоящим, провозглашаю себя богом всего человечества. Все должны преклоняться предо мной, как когда-то преклонялись перед своими фальшивыми богами. В таком случае, такова должна быть моя судьба. Но я не стал богом. Я не могу избавиться от своей человеческой слабости. Вместо этого мое тело умирает из-за этой чертовой болезни. Старение. Но я зарезал морщинами мое лицо, как стены каньона. Мои руки похожи на тонкие засохшие ветки мертвого дерева. Старость лишила меня даже возможности самостоятельно передвигаться. Единственный шанс стать богом и вершить судьбы людей, это остановить эту болезнь, продолжение и разрушение моего тела. Есть поговорка, что радости жизни познаешь на пороге смерти. Такие поговорки для злобаков, которые собрались умереть. Они пытаются спрятать свои подвиги за красивыми афоризмами. Смертные не могут понять, что значит жизнь для тех, кого смерть не касается. Невежественно ли вы это обобщать тех, кто не разделяет его мнение? Я уничтожу это несправедливое заблуждение, сделанное со мной временем. И представлю себя совершенным существом, которое будет киспотствовать над всем человечеством. Я дам им новые заповеди, чтобы управлять их жизнями. Все, что теперь осталось, это найти ключ без смерти. Вирус, произведенный амбреллой, это ключ. Он останавливает сокращение теломер, из-за чего подавляется функция, отвечающая за пределы деления клеток. Где-то в этом процессе есть ключ без смерти. Если этот процесс усовершенствовать, этот ключ будет моим. Я располагаю всеми необходимыми средствами. Я могу осуществить желаемое благодаря Алекс. Я потерял многих людей после банкротства амбрелла. Но у меня еще есть Алекс, самый лучший и яркий из них. И последний из моих детей. Я верю, что если кто-то и найдет лекарство от старости, которое не позволяет мне принять мою роль главы человечества, то это будет Алекс. Алекс найдет способ. По воспоминаниям Спенсера 2 Я сделал все, о чем Алекс меня попросил. Изобретательность Алекс превосходит уровень обычных людей. Мы ждем подходящего момента. Собираем необходимые материалы. Алекс продолжает держать под контролем операцию. Большинство детей сдерживало пределы интеллекта. Но только не Алекс. Никогда не видел никого, кто так ловко впитывает таланты других людей. Просто наблюдай за ними. Я был очень рад. Алекс превосходит других во всем. Я обеспечил Алекс всем, а также других ученых для проведения исследований. Неограниченное финансирование, самое лучшее оборудование, материалы для исследований, бесконечный запас подопытных. Единственное, чего не хватает, но времени. Они будут проводить свои исследования на изолированном острове в Южных морях. На заброшенной военной базе, а в близлежащей стране. Алекс уже отправился туда с группой исследователей материалами для исследований и сотнями подопытных. Я очень ждал хороших новостей об их исследовании. Вместо этого через месяц мне позвонили с просьбой послать еще подопытных. Как можно израсходовать сотни подопытных всего за месяц? Когда я начал нервничать, Алекс попытался успокоить меня. Вы будете рады услышать, что все эксперименты проходят гладко. Поэтому я продолжаю ждать. Вспоминания Спенсера 3 Я все ждал и ждал, но до сих пор не слово устроено. Уже год прошел, как они уехали. Я отправлял на сотни и сотни подопытных для исследований. Как только Алекс улучшит вирус, группа ученых ведет его в другой группе подопытных. К сожалению, у них нет времени изучать вирус до тестирования. Или это возможно? Они продолжат тестирование и поднаблюдают за реакцией подопытных. Думаю, всего этого следовало ждать. Это не вина, Алекс. Я стал не терпеливым. Правда, но ситуация ужасна. Время не только истощило это никчемное тело, но и таковало мои внутренние органы. И сделав многие из них практически бесполезны. Те, которые еще функционируют, делают это благодаря приборам, подключенным к моему телу. Время – злейший враг. Я рассчитываю на тебя, Алекс. Только ты можешь дать мне ключ к вечной жизни. Воспоминания Спенсера 4 Наконец-то. Отчет о результатах. Эксперимент прошел удачно. Эти новости дали мне новый прилив сил. Чувствую себя помолодевшим. Кожем вчера вечером было еще... Было даже вкуснее. Вино еще прекраснее. Мой дворецкий, Патрик, настоящий кулинарный гений. К сожалению, эта радость была недолгой. Алекс исчезла. Я был бы менее беспокоен, если бы это была единственная плохая новость сострова. Другие ученые тоже исчезли. Как и сотни подобных. И самое главное, все материалы исследований вместе с финальным вирусом, который сделал бы меня богом, невозможно найти. Меня предали. Я снова позволил себя предать. Должен был научиться на своих ошибках с Альбертом. Сейчас моя жизнь на волоске от смерти. Единственному, кому я могу доверять. Моему верному, творецкому Патрику. Он моей последней надеждой найти вирус, который вылечит меня от этой мерзкой болезни. Но разве время на моей стороне? Этот вопрос беспокоит меня. И только бог, которым я стану, может ответить на этот вопрос. Ух, ну как-то так. Давайте на этом моменте мы с вами закончим данную серию. Продолжим уже в следующих. Сейчас я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. В следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok